Всем привет! Вы на канале Сербия Онлайн. И сегодня мы с вами едем в Черногорию. Едем в Улцинь. Расскажем все, покажем, какие цены, как там отдыхается, куда-нибудь еще сгоняем в какое-нибудь местечко интересное. Ну, в общем, в Черногорию все расскажем, как там будет. Топливный сбор у нас готов в виде чебуреков для дозаправки водителя. Ну, это все как обычно. Кстати, сделали мы тесты. Черногория от границы открыла, тесты еще не убрали. В общем, вчера утром мы сделали тест, стоит на человека 17 евро. И вот после этого мы получили. Все окей, мы здоровы, едем. Мы с нами, поехали. Ну вот, уже расцвело. Мы доехали до Златарского озера. Минут 40 осталось до Черногорской границы. Солнышко, веселее уже. Носом не клюем. Полет нормальный. Настроение отличное. Скоро прибудем на море. Решила подзаправить своего водителя. Вот когда он съест все эти чебуреки, так мы и доберемся сразу до Черногории. О, это на мне сидел. Он хочет на халяву доехать с нами. Ну, садись в багажник. Ну вот, мы на Черногорской границе. Очередь из машин стоит. Минут, наверное, 15 нас это займет. Ну, посмотрим, нужны ли тесты. Ну, здравствуй, Черногория. Проходили мы 10 минут границу. Тесты у нас взяли, но никто их не смотрел. Но взяли. Все подали. Так что... В свернутом состоянии. В свернутом состоянии белые листочки. Взял, вытащил с паспорта и вернул. То есть, берите белые листочки с собой и вперед. И деньги сэкономите. Ну, в общем, как-то вот так. Ну, подают все. Подают все, абсолютно во всех окошечках подают белые листочки. Ну, ладно, едем дальше к морю. Вот такие красивые виды открываются. Горы, скалы, ущелья, зелени очень много. И так долго-долго, несколько часов. Сначала это все впечатляет, очень красиво. Завораживает. А потом надоедает. И ждешь, когда же, когда же, когда же уже приедешь. Скорость 50-60 километров. Дорога вот такая узкая. Еще умудряются неадекваты некоторые обгонять. Да еще на поворотах. Короче, едем дальше. А сейчас посмотрим ущелье. Вот так красиво, но вот так завихристо. Первый час очень впечатляет. Второй час. Второй час уже поднадоело. Сейчас закончится на первом ряду. Сейчас пускайщик будет подгореться. Прошло 9 часов, и вот мы на море. У вас на видео пролетело всего несколько минут. А нам пришлось потрястись в машине 9 часов. Но оно того стоило. И теперь мы можем вкушать запах моря. Это божественное. Мы можем вкушать божественный чебурек. Посмотрите на моего водителя. Дозаправка идет. Дозаправка. Кто в чем кайф ищет. Для меня море, для него чебуреки. Жизненно важно. Одно другому не мешает. Да, запах моря и запах кофе. Это два самых божественных запаха в мире. Ну, третий это, наверное, чебурек. Запах чебурек. Правда, это классно. Мы целый год ждали это море. Когда откроют границы, когда мы опять приедем сюда. и кайфанем. Кайф, кайф, кайф. Ну, ладно, поедем заселяться. Итак, мы с вами в Ултсене. Но это не сам старый город Ултсень. Это поселок, который 6 километров от Ултсеня. Вот такой мы апартамент нашли. Здесь внизу room info. То есть ты заходишь в это помещение, в эту комнатку и договариваешься по цене, по комнате. То есть предложения все выслушиваешь и сам выбираешь, что ты хочешь. Здесь же вот есть ресторан Корона. Можно здесь и позавтракать, и поужинать. Все чинно, важно, благородно. И что самое удобное, находится в тихом, спокойном месте и прямо вот сразу, видите, выходите из апартаментов и прямо выход на море. Вот по этой дорожке несколько минут, буквально там 3-4, и вы на море. Очень-очень удобно расположены. И что касается цены. Мы сейчас приехали. Сейчас, сегодня уже 11 сентября. Цены, конечно, в два раза меньше. Вообще цены, я смотрела, здесь прайс висит 50 евро за тот номер, который мы сняли. Но так как в этом году в связи с вирусами и со всякими проблемами туристов очень мало, нам сдали комнату. Квадрат, наверное, на 70. Нам сдали ее за 125 евро со всеми налогами и уплатами на 5 ночей. Ну, мы подумаем еще, может, еще останемся. Ну, в общем, смотрите, как это все выглядит. Чуть позже покажу номер. И здесь же на территории своя парковка. Если вы на машине, что тоже очень удобно, приехал на машине и объехал. Пол Черногории. Посмотрел, покатался, отдохнул по разным пляжам, повалялся. Вот здесь, смотрите, для паркинга. Сколько места. Пожалуйста. Здесь же растут во дворе маслины. Вот так со двора выглядит. Наш апартамент. Так, и вот тут также машину можно парковать. Под навесом. А навес из винограда. Представляете? Какая красотень. Вот, смотрите. Уже поспел. Вон его сколько. Кстати, хозяин нам разрешил кушать сколько хотим. Угостил нас. И сказал, пожалуйста, внизу виноград. Жуйте, отдыхайте, наслаждайтесь. Чем мы и пользуемся. Он даже разных видов. И зеленый есть. И очень, кстати, вкусный. Такого раньше не пробовала. Очень такой у него прям выраженный. То ли смородина. Вкус, то ли чего, не знаю. А вон там еще другой виноград. В общем, мы заселились удачно. Нас здесь угощают вином и виноградом. В общем, все комфортно. В общем, если вам понравилось, если вы захотите приехать в хорошее комфортное местечко в Улцинь, отдохнуть. Это недалеко от Албании. Здесь огромные шикарные пляжи. Можете написать мне под видео. Я вам скину номер телефона этого хозяина. У него есть вибер. Можно написать на вибер. На вибер по цене договориться. Это будет гораздо дешевле, чем заказывать на Букинге, на РНБ, НБ и там где-то еще. И уже приедешь, готовый номер и снимешь. Это не реклама ни в коем случае. Это мое. Мои наработки, мое видение. Если вам надо, я с вами. Ну и теперь сам наш апартамент. Мы живем на четвертом этаже. Я не знаю, почему нас поселили на самый высокий этаж. Наверное, лучше всего открываются виды. Так, вот это гостиная. То есть здесь могут спокойно два человека разместиться. А это наш презент. Нам, вернее. От хозяина апарт-отеля. Здесь же такая небольшая кухонька. Ну, в принципе, ее достаточно. Если учесть, что в номере находишься недолго, позавтракал и убежал. Все необходимое есть. Там кастрюльки, чашечки, кружечки, ложечки. Даже есть турки для кофе. В общем, с кухней все окей. Телевизор есть. Мы, как правило, им не пользуемся, потому что нам некогда. Даже коврики есть. Причем приличные. Чтобы ножкам было комфортно и удобно. Такого я, кстати, нигде еще не видела. Так. Пол. Керамогранит. Так, дальше идем. Вот в таких ярких, контрастных цветах душевая. Ну, кстати, отметила один минус. Здесь нет специального держателя для душа. Видите? И душ лежит на смесителе. Это неудобно. И нет шторки. Ну, ладно, как бы это ни суть. Важно, быстро все высыхает. Это не очень большой минус. Так. Полотенчики. Такие полотенчики я вижу первый раз. Обычно белые, обычные, махровые. Здесь такие прям они байские. И красивые, и очень мягкие, и очень такие прям уютные. Кайфанула я от этого. Так, идем дальше. И еще вот такая огромная-огромная спальня. Тут можно танцы устраивать. Довольно-таки матрас удобный. Сегодня вечером будешь танцевать. Уберите голос за кадром. И, кстати, опять коврик. Это, видимо, для йоги. Проснулся, а утром растянулся на коврике, занимайся. Когда в номер зашли, думаем, зачем нам две комнаты, зачем такое огромное нам пространство. А вот сейчас мы уже оценили. Просторно, удобно. Мебель вся теряется. Так, вот есть такая тумбочка с зеркальцем. Шкафчик. В общем, для жизни все комфортно, все удобно. И расположение хорошее. И что самое еще главное для нас, это терраса. Мы любим посидеть на террасе, выпить винца, покушать на террасе. Для нас, конечно, это большой плюс. То есть терраса, тут тоже можно танцы устраивать и футбол играть. Терраса, как говорится, с видом на море. Но из-за деревьев море не видно. Ну, буквально вот сразу за деревьями море. На море нам тут рукой подать. Очень удобно. Подай. Очень комфортно. Я уже утром подала, сейчас еще раз подам. То есть в окна к тебе никто не заглядывает. Огромная площадь нашего номера. Огромная терраса. И все необходимое есть. Какие-то, если вопросы возникают, тут же обращаешься к хозяину. В момент все решается. Да, второй раз мы отдыхаем. И второй раз нам нравится отношение хозяев апартаментов к своим постояльцам, так сказать. Муж имеет в виду в Черногории второй раз мы отдыхаем. И все очень комфортно. Любой каприз, пожалуйста. Только пикни тебе, пожалуйста. Только мы пикнули, чтобы мы хотим в Денограду. И у нас полный стол Денограда. В общем, любой каприз. Только живите, дорогие. Только приезжайте. И до моря прям вот вообще близехонько. Вот выходишь. И все. И уже там. Хозяин апартамента разрешил мне еще снять один номер. Так что снимаю для вас еще один. Где с тобой? Где с тобой? Это тоже двухкомнатный апартамент. Такой шкаф на входе. Вот такая спальня. Тут можно втроем разместиться спокойно. То есть для большой семьи апартамент, так скажем. Вот здесь уже есть шторка в ванне. И держатель для душа. Нам как-то не повезло. Все культурно, все цивильно, очень чистенько. Костинная здесь тоже с кухонькой. И чайник есть. Ага, у нас чайника нет. Надо нам попросить. То есть здесь спокойно еще могут двое на диване разместиться. И вот такое еще кресло раскладное. Терраса тоже поменьше нашей. Это этажом ниже. Ну вот. В общем, как-то так. В общем, поделились с вами апартаментами, где мы живем. Оставайтесь с нами. Дальше будет путешествие по Черногории. На сегодня все. Всем пока. До новых встреч. Пишите свои комментарии. Какие-то вопросы следить, задавайте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok